Здравствуйте, я руководитель цирковой студии Фантазёры при ГЦК Победа, город Орша, Равковская Светлана Андреевна. Работаю с 2005 года в этой организации при отделе культуры. Вы сообщили, что у вас сейчас проблема, некоторые, да, вас пытаются выселить в помещение. В чём основная суть вашей проблемы? То есть, что добиваются вот эти люди? Ну, вы знаете, три года назад они мне уже объявили войну с бывшим руководителем. Я повторялась это неоднократно и повторюсь ещё раз. Я всячески просто защищаюсь от их нападок, от этой травли. Благодаря им я прошла суды все, сговоры с родителями, которые родители писали на меня жалобы, травли всяческого рода. Директор ГЦК Победа заявила на меня в АБЭП, что я не обоснованно взимая оплату с родителей. То бишь, прошли вот эти разбирательства, никаких нарушений. Мой адрес не было. Поэтому сейчас травля продолжается. Директор ГЦК Победа защищается своим трудовым коллективом. Пытается меня просто выжить и жить из этого помещения, забрав у нас комнату, зал помещения. То есть хотела она и реквизит забрать, и костюмы на баланс поставить. Нам приходилось даже вывозить эти реквизиты, костюмы два дня подряд. Поэтому дальше ситуация накаляется, она не разрешается, руководители всячески врут, обманывают. И очередное непродление контракта сейчас сыграло снова в эту русскую рулетку. Я опять оказалась под ударом с детьми на улице. Несмотря на то, что сейчас впереди у нас республиканский конкурс, девочка просто сейчас вынуждена, не знаю, где мы будем тренироваться. Руководство обещало сделать испытания по подвеске. Они не исполнили своих обещаний, всячески отлаживали, отлаживали. Вернувшись из командировки, из реки через день, мне уведомления. Вы говорите, что ваша школа достаточно успешная, то есть у вас есть награды определенные, да? Скажите, какие вот награды? Ну, если брать за последний период, это вот 2016 года, финалисты Талент Акраины. Последний конкурс мы вернулись из Риги, вот в августе. Также у нас есть золотая медаль, тоже в копилку. Если вернуться к прошлому году, позапрошлому, это диплом по поддержке талантливой молодежи. Вот мы в базе данных по поддержке талантливой молодежи. То есть республика нас поддержала, как талантливую молодежь, а, к сожалению, наш город не приветствует и директор наши заслуги не поддерживает. Считает, что коллектив нулевой. То есть основную проблему вы видите не из центра, не из Минска, не из области, а именно местное руководство, конфликт с местным руководством. Местное руководство не поддерживает достижения коллектива, считает коллектив нулевым. Да, мы просим найти нам помещение, где большой вопрос, конечно, с помещением, это бы, конечно, бы решило вопрос о ежедневных тренировках, чтобы дети были заняты, свою занятость. А вам предлагали альтернативу? То есть вам сказали, это помещение вы очистите, а вам сказали, что вы переедете сразу же в какое-то другое помещение? Может быть, на окраину куда-то, в более худшее, в более меньшее? Альтернатива была детский парк, но детский парк это также учреждение, которое зарабатывает деньги, и там были тоже такие условия с двумя батутами, невозможно было заниматься. Соответственно, мы оттуда, нам тоже пришлось уйти. Альтернативы пока нет. Мы предлагаем какие-то забитые здания отремонтировать, но нам всячески говорят, денег нет, денег нет. Но вы держитесь, денег нет, и поэтому я говорю, Орша, столица молодежи, но помогите хоть чем-то. Поэтому мы лучше вам не продлим контракт, и выход из положения вот такой. Нет студии, нет проблем. Хочу заметить, что цирковая студия, созданная Светланой Андреевной Равковской, существует уже 15 лет, и полностью финансируется она за средства родителей. Потому что финансированная помощь не идет ниоткуда. Мы полностью содержим эту студию. За 16 лет мы приобрели оборудование, мы пошили костюмы, и постоянно дети растут, реквизит же портится, вернее, износ механический происходит. Все это должно обновляться, оно очень больших денег стоит. И вот документ нам прислали, что за 15 лет культурой куплено нам два карабина, веревка, 50 метров, два каких-то кольца холохупа, холохупа куплены, и чехлы, даже не маты, а четыре, по-моему, чехла от маты. А сколько денег было собрано от родителей? На какую сумму примерно? Это за 16 лет, это очень много. У нас каждый чек есть, то, что мы покупаем. У нас есть родительский комитет, мы собираемся, если вот девочка у нас прошла на таланты краины, значит, мы все силы кидаем на это мероприятие. Значит, в чем ей костюм, покупаем какой-то данный реквизит. На следующий период, значит, другому ребенку, который в другом конкурсе участвует. У нас нет разделения, это мой ребенок, а это мой ребенок. Для нас все дети одинаковы, мы за каждого ребенка и боремся, и переживаем, и как за своего. Не важно, что этот ребенок еще нигде не участвует, потому что он мало занимается, еще ничего-то не достиг. Но мы все равно все как-то все вместе, у нас такого нет. Поэтому за 16 лет студии ничего не приобрено с бюджета, совершенно. И когда вот мы затронули технику безопасности, что приобретите нам хотя бы четыре мата, ну хоть сколько, нам сразу же уведомление о непродлении контракта. И нам постоянно, нас принуждает пойти к другому руководителю. То есть с этого все началось, да? Вы думаете, что причина всего дела в том, что они считают, что для них опасность, что вы можете раскрыть какие-то схемы темные? Ну, наверное. Это мы уже не знаем, что думают они. А как насчет проверок? Вот вы говорили, были какие-то проверки там АБЭПа разных государственных структур? Да, было два раза проверка, как директор ГЦК решила, что нас надо было наказать, родители за то, что мы собираем деньги. И вот лично я ходила поллета на эти допросы, и где не могла понять, объясните мне, за что вы меня хотите наказать, за то, что я сама плачу своему ребенку за костюмы, за реквизит, за моноциклы, там все. Я не понимала. И они мне говорят, ну вот предоставьте чеки, все чеки за 16 лет на каждый, даже на скотч. У нас есть чеки. И когда они это проверили, два раза они пытались, ну как-то взяли нас за хвост, но не получилось. Все, два раза была АБЭП проверка, и придраться к нам нечего. Это, хотя нас, директор ГЦК, побуждала сдавать на счет культуры, отдела культуры, сдавать деньги. Мы отказались, потому что мы не хотим веселушкам или дубульену кому-то, чтобы деньги нашли. Мы хотим нашему коллективу, потому что цирк – это специфический вид и спорта, и искусства, который очень красивый и очень трудоемкий такой. И тот же хулахуп, который вы видите, ну кружочек какой-то, вроде бы ерунда. А для того, чтобы он был красивый, уже 30 рублей надо, просто чтобы его привести в порядок, чтобы со сцены вам было красиво смотреть на этот номер. Но никто этого не понимает. Хочу заметить о том, что 3 года назад, ну примерно 3 года назад, о первом непродлении контракта, когда нам было озвучено, так как мы попросили по технике безопасности маты, нам ответили, что денег нет и не будет, и мы возьмем нового руководителя, который будет молчать и ничего не требовать, который будет довольствоваться коморкой. И да, так оно и случилось, как они сказали, так и сделали. Они взяли нового руководителя цирковой студии. Хочу заметить, что тоже руководитель, мы требовали на каком основании и какой вообще диплом у этого руководителя. Но у нее диплом обрядов и праздников, и как этот человек может руководить цирковой студией, не зная ни физиологию, ни вообще, у нее нету на это документов, чтобы она могла руководить. Вот три года человек занимается, дети, правда, к нему ходят, это на бесплатной основе сделано, но результатов никаких. Но получается так, что это было сделано специально, что создали, не имея возможности нашу студию спонсировать, она создает параллельно вторую студию. Для чего? Ответ мы на этот вопрос до сих пор не получили. Везли золото, были, конечно, в хорошем настроении, что впереди у нас Талин, надеемся, мы тоже пройдем финал. И нам говорят, что вы на улицу идете вместе с руководителем, потому что не можем мы представить, что нам дадут нового руководителя, мы все останемся снова. Заслуги наших детей – это заслуги Светланы Андреевны. Поэтому я попросила жалобную книгу у директора ГЦК, где получила отказ первый день, потом отказ во второй день. Во второй день я тоже вызвала милицию, потому что было давление, что я согласилась писать в ее присутствии директора, в присутствии в ее кабинете, хотя это противозаконно. Но после того, когда она позвала всю свою группу поддержки в кабинет, для чего? Для моего психологического давления. Я сказала, что я писать под этим давлением не буду. И в итоге я предупредила, что я буду вызывать милицию. Я вызвала милицию. Начался опрос, когда милиционер пришел. Факт того, что она меня оскорбляла, что у меня был язык отцов, что касалось детей. Все это происходило в присутствии милиционера. И на другой день Светлана Дмитриевна Борисевича пришла ко мне на работу. Хотя полгода назад она звонила моему руководству, чтобы на меня как-то надавили. Потом она как-то сказала в присутствии милиционера, что завтра она пойдет, тоже будет действовать таким методом. И не одна она придет ко мне на работу, чтобы на меня подействовали. Хотя в личной беседе еще года два назад она мне говорила, что я могу выйти, не выйти, вернее, на работу, так как она этому посодействует. В итоге, да, она пришла ко мне на работу. Потребовала тоже жалобную книгу, в которой написала, что жалобную книгу с первого потребования она мне не дал. Но тоже какой-то вообще бред. Здесь стоит вопрос о несоответствии с занимаемой должностью. Это директор ГЦК, который ходит жаловаться на работу, что у нее просят помощи. Пять лет, рекоменда. Сенсация артистов цирка в Латвии. Пять лет. Вот этих два приза мы привезли с последнего фестиваля. Давайте я подержу, можно? Под влияние, конечно, родители обрабатывают. Они многие не выдерживают, уходят. Так же, как и сейчас, вот эти финалисты тоже ушли. Если бы была психологическая спокойная, нам нужно заниматься. Конечно, бы создавались условия для работы, для детей. Конечно, было бы комфортно всем. Правильно? И руководителю, и детям. Но так как эти невыносимые условия создались этим руководителем Борисевич, тут, естественно, многие не выдерживают ухода. Ну, потому что давление, вот я же говорю. Ну, потому что каждый раз приходишь, и каждый раз какое-то новое. То нас выгоняют на коврике заниматься. Сколько я к Борисевичу подходила? Я говорю, сколько? Я два года занималась платно. Я говорю, почему я должна платить за услуги, которые оказываются на коврике? Я говорю, я не за гимнастику плачу деньги, а за цирковую студию. Мой ребенок должен заниматься цирковым видом искусства, а не гимнастикой на коврике. Почему вы не согласовываете график пользования сцены, например? Это же внутри коллектива директор в первую очередь должен такие вопросы решать. И согласовывать, чтобы не было конфликтов в коллективе. В первую очередь директор должен тушить конфликты в коллективе, а не раздувать их. А у нас получилась вот такая ситуация, что постоянно вот эта борьба и за сцену, и постоянно сталкивание сотрудников коллектива лбами, поджуживание, подговаривание. То есть я с некоторыми сотрудниками ГЦК общаюсь, то есть мы живем тут в одной, например, деревне, и с кем-то общаюсь. Скажем так, в личной беседе звучит совершенно другое, что ну как я могу не подписать против Равковской какую-то бумагу, я сама окажусь на улице. Вот так вот даже, вот такое давление, поэтому некоторые сотрудники коллектива подписываются против... Они по собственной воле, по нужде, да, подписываются. Кто-то, может быть, и сам подписывается. Опять-таки мы все люди, и, конечно, если начальство сталкивает сотрудников лбами, когда идет дележка помещения, то тут, естественно, и у сотрудников между собой возникают такие уже неприязненные отношения. Хотя бы этого можно было бы избежать. Вот, да, дипломы. Ну, вообще, вошла еще в эсполком, что я их покупаю. Да, покупаете дипломы? Дипломы покупаю. Я настолько богатая, у меня зарплата 300 рублей, я фанат цирка. Здесь можно до бесконечности. Как я могу позволить мне еще дипломы покупать? Особенно мне нравится вот этот диплом, я купила президента. Диплом президента, да, с подписью президента. С подписью президента, я его просто купила. Прекрасно. Вот. Я не знаю, как мне это, конечно, удается, но я все покупаю за свои 300 рублей. И теперь, да, что вы будете делать, если вот вас выбросят на улицу? А у вас есть расчетный? Да. Покажите его в расчете. Тут есть, да. Покажите. Самое интересное. 300 рублей, серьезная зарплата? Я еще сама укуп небольшой, сколько, 50 рублей там. А когда-нибудь премию они мне дадут, там, 50 рублей, 70 в итоге. А хотя сейчас справка о заработной плате, она не соответствует расчету. Справки о заработной плате, какие-то по 50 рублей я такие не получала. Ой, 500 рублей. Польский диплом какой-то. Да, это польский. Также я творчески активный человек, принимала участие в параде «Невест». Мне что-то новое, мне интересно. Я также приняла участие в творческих, у творческих людей работаю. А это диплом нашего бывшего руководителя отдела культуры Ирины Александровны Мейголь за дожинки. Вот диплом. Мы принимали участие в дожинках республиканских. Знаете, еще хочется сказать, что в нашей цирковой студии занимаются в основном дети из малообеспеченных семей. В основном многодетные и по каким-то причинам неполные дети. И даже есть очень тяжелые дети, в том плане, что они не могут найти свое место в социуме. И есть такие дети, с которыми никто не находил контакт. А Светлана Андреевна находит контакт и с ними уже делает какие-то результаты, которые даже родители говорят, а как вы нашли контакт с моим ребенком, когда ни у кого не получается. Да, вот с моим ребенком. Уже роль социального психолога выполняется. Вот мой ребенок, да. Мой ребенок социально такой тяжелый. К ней найти тяжело очень подход. И чем-то ее увлечь, привлечь крайне тяжело. Но мы два года, уже пошел третий, мы держимся и не бросаем. То есть здесь мы задержались. В цирковой студии мой ребенок задержался. Хотя гимнастика нам на два месяца хватило. Еще там мы там пробовали всякое разное. Быстро она, очень быстро. И пели, и танцевали. И, в общем, все это быстро проходит. Здесь вот мы два года задержались и стараемся. По крайней мере, уже есть какие-то результаты. Да, да. Номер у нас есть. Уже выступали. Но выступали. Кстати, выступал, вот лично мой ребенок выступал в пятой школе, где она учится. Она выступала на 1 сентября в прошлом году. Потом я принимаю участие в коллективе самодеятельности СДК Лариновка. И вот у нас были выездные концерты по деревням Шатравина, Пашина, Шугайлова в прошлом году. Там она выступала с цирковым номером, который поставила Светлана Андреевна Равковская. Но в ГЦК «Победа» мой ребенок ни разу не выступал. И нам сказали, что выступают наши дети на сцене ГЦК «Победа» будут только при условии нового руководителя. Когда мы перейдем к новому руководителю. У меня четверо детей. Двое из них посещали цирковую студию «Фантазеры». Хотя я привела одну девочку, но Светлана Андреевна рассмотрела талант в другой девочке, которая занимается уже 7 лет и имеет уже тоже награды и областного, и республиканского уровня. И занимается с удовольствием и с любовью бегает. А другая, да, она посмотрела, Светлана Андреевна сказала, что это не наш человек, она больше в спорт. И она ушла в спорт. Но при том, при всем этом, другую девчонку, она рассмотрела и сказала, а вот это наш человек. Хотя я даже не могла представить, что моя вроде маленькая и полненькая девочка может как-то в цирке достигнуть результатов. Вот у нас столько дипломов накопилось. Это еще не все. Да, это еще не все. Кубки не принесли, конечно. И вот, когда мы окажемся на улице без руководителя, вот куда нам эти дипломы девать? Куда нам девать этот реквизит, который мы вкладывались за столько лет в этот реквизит, в оборудование, в костюмы? Кто нам вот возместит эти деньги и что нам с этими дипломами делать? Куда нам их? На стенку вешать или на аукцион выставлять, чтобы хоть как-то возместить те средства, вложенные в реквизит? А сколько, по-вашему, может на аукционе стоить диплом президента Беларуси с подписью самого президента? Ну вот у нас есть прекрасная возможность узнать. Узнать.